Истории жертвенного духа Тяньши. История 27. Безграничная любовь. В октябре 2002 года в рамках 16-го Национального конгресса Китайской Народной Республики корпорация Тяньши провела мероприятие «Проявите любовь» в Пекинском национальном дворце культуры, на котором пожертвовала оздоровительную продукцию на сумму 1 миллион юаней для Пекинской Федерации инвалидов. Когда на сцену поднялась трехлетняя девочка и спела песенку про детей-инвалидов, зал был тронут. Пин-пин страдала от врожденной деформации позвоночника, из-за которой родители отказались от нее. Девочку удочерила директор школы госпожа Ван, рассказавшая ее печальную историю. Люди обратились к педиатру Син Шужуну с вопросом, может ли кальций Тяньши помочь Пин-пин. Доктор ответил, не было прецедента, но вы можете попробовать, потому что ребенок растет и его организм нуждается в большом количестве кальция. Неравнодушные люди купили для Пин-пин детский кальций и капсулы с цинком Тяньши. После двух месяцев приема этой продукции Тяньши и тренировок со школьным тренером по гимнастике, тело Пин-пин заметно изменилось. Рентгеновский снимок показал значительные улучшения в состоянии ее позвоночника. Доктор Син сообщил господину Ли Цзэнь Юаню о случае Пин-пин и попросил его помочь девочке. Два дня спустя корпорация Тяньши пожертвовала ребенку годовой запас оздоровительной продукции. Как президент Международного благотворительного фонда Мэй Цзэнь, Тяньши господин Ли Цзэнь Юань заботится о физическом здоровье всей китайской молодежи. С того момента, когда компания Тяньши начала получать прибыль, она повсеместно принимала участие в благотворительных и социальных проектах для оказания помощи молодежи и детям. Еще в самом начале деятельности компании ее основатель сказал «Я вкладываю все свое состояние в производство продукции, восполняющей дефицит кальция», чтобы китайская нация была умной, здоровой и сильной. В 2005 году он пожертвовал 10 миллионов юаней Национальному организационному комитету по продвижению стандартов физического развития молодежи. Под руководством господина Ли Цзэнь Юаня Тяньши запустила благотворительный проект «Маленькая рука в большой руке» для детей с глазными заболеваниями. Было создано 7 реабилитационных, 7 лечебных и 177 диагностических центров, которые приняли более 70 тысяч детей. Тяньши пожертвовала более 12 миллионов юаней Китайскому фонду борьбы с бедностью мать и дитя, 10 миллионов юаней на лечение детей с врожденными пороками сердца, 10 миллионов юаней для китайских университетских игр, 3,5 миллиона юаней для детского художественного театра города Тяньцзэня. 18 мая 2008 года, в праздник Дня любящего сердца, Тяньши оказала финансовую помощь пекинской школе для детей, рабочих мигрантов из сельской местности. Пять раз господин Ли Цзэнь Юань побывал в приютах для ВИЧ-инфицированных детей в Соуэта в Южной Африке. Оказал благотворительную помощь детской деревне Сос в Индонезии, детским домам в России, Украине, Гане и других странах, жертвам дефолиантов во Вьетнаме, а также выделил средства на строительство начальной школы в Перу. Компания жертвует средства на ликвидацию наводнений и землетрясений, на помощь пострадавшим при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях, а также на борьбу с эпидемиями. И здесь помощь не ограничивается пределами одной страны. Когда произошло землетрясение в Японии и цунами в Индонезии, компания Тяньши одной из первых протянула руку помощи, пожертвовав денежные средства и предметы первой необходимости семьям, партнеров и простым людям в пострадавших районах. За 26 лет роста Тяньши господин Ли Цзинь Юань инвестировал почти 3 миллиарда юаней на благотворительность по всему миру. В древнекитайском трактате «Дао Дэ Цзин» сказано «Высшая добродетель подобна воде. Вода приносит пользу всему и не конфликтует ни с чем. Любовь Тяньши подобна струе воды, питающей каждый дюйм земли. И эта любовь никогда не иссякнет». Любовь – основной лейтмотив корпоративной культуры Тяньши, передающейся из поколения в поколение.